во имя отца и сына и святого духа аминь господи иисусе христе сыне божий молитра ли причислить твоей матери преподобных и богоносных отец наш всех святых молитвами помилуй нас господи наш милосердный бог создатель творец мира всего отец и святой дух благослови господи нашу беседу и направь ее на пользу душам нашим чтобы не только нам на пользу пошло но и слушающим нас господи пребудь сегодня с нами чтобы мы могли послать имя твое святое и все весь запинающий нас грех господи обнаружить и силы твою исцелить слава тебе отец и и святой дух аминь сегодня число у нас получается 8 января 2020 год это вот меня зовут вячеслав семёнов это павел полозов пришел у него вопросы есть по духовной жизни по касаемо спасения души и мы вот рассмотрим сегодня потому что потому что может быть и другие что-то услышат полезное что-то схожее если расскажи немного о себе павел ты сколько тебе лет какой город не дни 21 год живу городе казань я уверовал христа знаете не вот по поводу верно у христа это был очень такой это я был крещен но вот именно чтобы вернуть у христа это был совсем по-другому я получаю сначала я приходил храм я что-то стоял в храме люди тоже были мне была такая благодать божия я стоял в храме я видел как люди стояли как будто отошел свое тело вот не звучало страну я видел как люди все стоят у так смотрят их головы вот это все буквально секунду увидел как бог спускается короче с неба ну ты как-то такая дорожка такая была белая и он так спускается ему как бы или слова все вот это мне было первым вот это благодать больше хочу храме это да в храме было это было прям время службы время молитвы но потом я даже удивился потом второе конечно же что я понял что я понял я увидел такое облако в котором я видел свои грехи которые делаю пью там курю я это увидел ну как бы таком облако такой плюс уже тоже был храме должен молился потом было следующее когда я соответственно получается выходя из храма выходя из храма я почувствовал любовь к людям прям очень сил так угром на себя на кресу там три секунды было я вышел сразу пошел и прямо чувство любовь к людям прям ко всем не было ни гнева ничего так приятному так хорошо там руки горели все а еще и самое что еще приятное было три третье было явление это когда я был тоже храме и я увидел видимо из того что можно быть я грешный человек на это нет я не отрицаю что грешность крестью и грешно так и есть но я увидел что я выходя из храма я точнее когда праве даже был отец артемий подошел духовный отец с левой стороны батюшка дошел с правой стороны меня как будто повзили мячи но меня будут больно мячи когда вытащили из меня из меня к тому упало что-то черное такое вкладки я бы так видим подумал что видимо чистый дух вот но после этого всего я беру бога почувствовал потому что его не то что просил бога чтобы он ты не показал себя я просто молился богу и все то есть спасибо покажи мне еще раз мои мои грехи что-то типа такого и все просто тувил как бы полетать божье после этого я уже несмотря на то как переменяется там все такое я все равно веру бога мне осталось то есть вот и я эту веру чувствую то есть ощущаю веру что он есть вера что есть и что он существует а до этого у тебя ну такая слабая была вера и особо нет как бы говорить они хотя конечно же можешь сказать что вот как так потому что слепой он тоже у вера у бога то есть он имел бога но он уверовал бога а я не нужен был что мне показали ну не знаю почему но вот именно я вот как бы ощущал его то есть даже когда молился когда чего мне он спасал помогал то есть я даже замечал хотя я конечно был немножко с этим спорно потому что я допустим на что-то не успевал и был на это злостно но когда я время проходил определенное я видел что я хорошо что я не успел хорошо что я не опоздал потому что ну сколько всего там произошло плохого чего внимать могу меня здесь как-то потому что я же должен был в этой ситуации быть у меня не было его допустим ну там не скажем так пример там не знаю машины куда сбила нет ну вот что-то такое похоже а до этого когда вот до вот этого видения твоего там до этого что-то было происходило с тобой что ты сам почему ты пошел почему пошел только есть что мне вот грехи можешь не рассказывать свои там тут не нужно между просто какие-то события что событий может какие-то из нас они конечно событий были что они хочет они рассказывать события были именно когда получается но того как я пошел грандирун я сначала то напомню пришел Chapter я домой это было после алкоголя и выполнено не так сильно что будут быть там сильно я просто chill пьян так ножки и когда я потом просто заметил, я стал как неугомонный по дому ходить вот так злостно, как-то встречать и прочее. Потом, короче, просто мама позвала крестную, мама меня попросила прийти в храм, на следующий день я пришел в храм, потому что я стал уже пентаграммы рисовать, стал рисовать пентаграммы, стал всякие станицкие знаки рисовать, и стал уже злостно, мысли хульные, прям побежали в голову, прям очень сильно. То есть было тяжело. А ты рисовал эти пентаграммы, а ты их знал до этого? До этого нет, я их не знал, я просто рисовал и все, я не знал как рисовать, просто рисовал круг, звезду, и я... И получалось пентаграммы? Да, и получалось, да, если вот так наискосок их прачивать, на левой или с правой стороны, там сразу же дядя, девушка знает Буфоломея, Голова Фоломея, Буфоломея, ну в общем. Потом, получается, я когда был в храме, там вот был отец Артемий, он тогда еще мне не был духовным отцом, и после этого он мне сказал стереть все пентаграммы, которые я нарисовал на руки, на ноги, на 10, я все стер с этой водой, и он мне сказал, походи 3-4 недели в храм, и я всю неделю вот так, работа, не работа, я ходил в храм, каждую неделю, утро, вечером ходил, и после всего этого я почистил, я покаялся и причастился, и после этого мне стало лучше, легче. И потом я крест краски просил Артемий сказать мне духовным отцом, и он согласился. И вот краски вот после этого, было вот, конечно, да, ну, вот как-то так. А много не было, я особо говорить, скажу, что только еще было, когда я был, получается, у себя дома, это было, конечно, очень странно, я, получается, спал, ночь была, все было, все было выключено, все было закрыто, холода никого не было, и я, когда решил, в общем, с кровати вот так слез, решил на кровати посидеть, и я почувствовал, как дома было тепло, я почувствовал, как по ногам что-то такое проходит, какой-то ветерок такой холодный, и этот ветерок очень меня пугал. Узнав больше позже от батюшки о том, что это оказывается бес, он пугает человека, он, как сказать, он дотрагивается на сердце человека, этим пугает его, то есть это нормально, в принципе, такое, но то, что такое не с вами впервые произошло, меня просто испугало, это вот как-то так. Это уже после, когда ты был в храме уже, да? Да, так, всего там, да, это уже столько времени, да, то есть в храме меня просто надвиг, я знаю, так скажем, то, что я вот там после алкоголя там выпил, со мной плохо было, и потом... То есть, понятно, то есть была, до этого была выпивка, там, с друзьями, а после ты пришел и почувствовал, что уже у тебя... Твои мысли не твои пошли. Да, да, уже не мои пошли, мысли... Да, и ты начал, то есть их хотел рисовать, да, и ты тоже рисовал, как через себя проходило, да? Я не знаю, как это... Ну, я понял, все это понятно. А потом ты пошел в храм, и вот как раз вот было у тебя видение, как Господь сходит, да? Да, да, Господь сходит, видел, как люди все смотрят, да. А люди смотрят, куда они смотрят? Да, они смотрят просто прямо на вот эти иконы, которые стоят в храме, большие. А сейчас, смотри, когда ты стоишь в храме, у тебя нету желания не появляется опять, то есть ощущение вот этого... Вот бывает, да, иногда бывает, я хочу, но вот он понимает, что как будто я уже достаточно. У меня уже сейчас желание появляется о том, чтобы я увидел, короче, что мне будет за мои грехи, либо вообще, что будет за грехи в целом. Ну, вообще, то-то состояние, где я окажусь хотя бы просто на три секунды, потому что это все так влияет, достаточно так серьезно влияет, что ты потом после этого всего как-то по-другому смотришь на свою жизнь, на вот это все происходящее, потому что это не как, скажем так, игрушку поиграл и бросил. Этим я хочу просто... Ну, это, конечно, сложно, так скажем, это не магазин, это долго, умаливаюсь, чтобы так это тебе показали. Просто после этого я думаю о том, что я не буду... Ну, нет, не то, что не буду, я буду меньше грешить, не так сильно, потому что знаю, что мне за это будет. То есть как-то так уже глубже представлять. Я знаю, что это будет из-за грехи. Суд, как суд бывает, вообще суд и так, и так будет, потом просто на каком-то мытарстве я просто сомкнусь, потому что ангел нечего будет за меня заступиться, потому что грехов много, и я потом в одну как-то, ну, понятно, да, то есть грехи там, то есть все такое. И я, конечно, понимаю, там слепой он убирал, а я там, ну, в общем, как-то так. А вот смотри, вот ты читал в Евангелии, там написано такие, Господь говорит, сейчас я прочитаю. Христос говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть войти даже не может. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от дух есть дух. А в другом месте Писания написано, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога, написано, не делает греха. То есть, если человек родился от Бога, то его грех уже не тянет, и ему это не надо уже. Сама вот эта слайд греха от него отходит. Ты читал эти места Писания? Эти места Писания я не читал, но могу сказать, что только тут, конечно, можно чуть-чуть осудить. Ну, немножко отчасти, потому что, ну, не осудить, конечно, отказать их рождение в этом плане. Потому что, если так говорить, что, ну, просто если так подумать, если вот дух, да, вот он Божий, он не ощущает какую-то власть к грехам, да, ну, точнее, не ощущает грехи, короче, могут обладить им. Дело в том, что дьявол, так сказать, ну, дьявол понимает это, и дьявол вообще понимает это то, что он умрет скоро. То есть, Христот придет на землю, еще раз придет на землю, через сколько-то 300 тысяч миллион лет, не знаю, через сколько-то лет он снова придет на землю сюда. Потому что я, если антихрист, такой же жильцом и видом, как Иисус Христос, чтобы спасти, и будет великой битвы, то есть. Но он уже знает о том, что дьявол, он проиграет, она проиграет, они все умрут, они все погибнут. И дьявол, как мы уже, он понимает о том, что он умрет, его больше не будет на этом. И он, понимая это, он пытается как можно больше людей вмести за собой, ну, в ад, туда. И пока даже это не началось, поэтому сейчас начинается, ну, опять же, это сейчас не совсем в тему, начинается вот эта вся ситуация, что люди там ассанинские знаки показывают, говорят, живут неправильно. Даже верующим, даже верующие, именно верующие тоже могут. Потому что, ну, как говорится, если мы крещены в храме, да, то есть это еще не то. Ну, мало того, что ты крещен в храме, живешь ли ты так, так, жили твои отцы духовные, или не только твои духовные, живешь ли ты, или пытаешься ли ты жить так же, как жили настоящие христиане. А если только показываешь это, то это еще не то. То есть, мало быть просто верующим. Ну, вот сегодня вот эти стихи Писания вообще никто в православии практически их не знает, их не использует. Все у нас стоит на том, что ты супергрешный, мегагрешный, ты только должен все с этим сойти, с этими грехами. И никуда ты от них не денешь, ты постоянно будешь в них находиться. А вот и апостол Иван говорит, что человек, если рожденный от Бога, то сознательные грехи он уже не делает сознательные. Это речь о сознательных грехах. То есть, понимаешь, что это грех, и делаешь. Следующий вопрос, либо человек потерпел кораблекрушение в вере, то есть, все, он перестал веровать. Ну, либо он и до этого не был верующим. То есть, они не были наши, то есть, они были с нами, но они не были наши, отошли. Вот, мы считаем в Писании, что написано, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Ты когда-нибудь от Слова Божия уверовал? Или ты уверовал от храма, от видения? Я уверовал от храма, от видения. То есть, я вот, если честно, хотел бы, если честно, хотел бы я, если честно, еще раз попробовать покреститься. Хотя я знаю, что это, конечно, тяжкий грех, но я не просто... Нет, дожди, ты крещеный же? Крещеный, да. Полное погружение? Нет. Нет, обливали тебя, или ты в полное погружение? Это я не могу сказать. Но вот если свидетель-то есть эти, которые это видели, тогда ты сможешь сказать это. Потому что есть канон, который говорит, что если неизвестно, крещен ли человек или нет, тогда надо крестить. Крестят. Но крестят, естественно, так как ты известен, что тебя обливали точно, в любом случае. Крестят без мира помаз... тебя ничем не помазают, только погружают. То есть, завершают крещение. Но надо узнать. Мы с этим серьезно живы, потому что ты, на самом деле, тяжкий грех, если тебя уже крестили, а ты еще раз крестишься. Есть канон, который говорит, что если ты не знаешь, то ты обязан, то есть, из закона должен креститься. Потому что тут ставится жизнь и смерть у тебя перед вопросом. Некрещеным как ты будешь? Ты не вошел, значит, грехи все на тебе. Крещение, знаешь, для чего нужно? Один из пунктов. Обещание Богу доброй совести, как сектанты говорят, это правильно они говорят. И самое главное, это оставление грехов. То есть, происходит омытие грехов человека. Все, что он совершил до крещения, все омывается. Вода в крещение. Человек рождается заново. Так должно быть. Но у нас в православии человек обычно неверующий приходит, его крестят. Как неверующий? Он во что-то верит, что-то там в сердце своем, Бога не знает. Соответственно, слова, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, как раз на него распространяется. То есть, если ты, будучи неверующим, тебя крестили, тебе никакой пользы от этого нет. Но надо уверовать. А вот во что уверовать-то? Господь тебя коснулся, как ты считаешь, в храме. Да, ну вот. Но начало, смотри, начало. Это начало, но конечно... Оно, то есть начало, но долго после этого продержался? Вот если честно, вот когда у нас было Ждество Христово, это было недавно, 6 января, понедельник. И если честно, это было очень тяжело, потому что, когда я пошел в храм, получается, я уже почувствовал это состояние. Я вышел, получается, по детству, у меня уже сердце заболело, потому что я возьму дорогу в храм. Потому что, когда я куда-то уйду не в храм, мне вот оно не просто так не болит. Я уже замечаю какой-то первый признак, когда дошел до храма, это было самое тяжелое. Не к тому, что много людей там, дело не в этом. Дело в том, что я чувствовал душевность, у меня мысли хульные там лезли очень много. Вот сейчас, да? Нет, когда я упал в храме. Ну я понял, вот несколько минут. Да, 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 вот именно на этой неделе, да, когда было Ждество Христово, очень много мыслей всяких хульных лезло. Очень тяжело было, вот эта песнопенька была, там колокола били, только начало было еще, начало службы ночью. И каранске тяжело было, потому что прям душевно было тяжело, прям вот чувствовал, никак не мог войти, короче, в храм, даже на территорию храма. И так, чувство спонтанно получилось, ко мне подошел, я находился подальше от храма, то есть, ко мне подошел человек, попросил включить деньги. Ну, видимо, я не знаю, на что попросил, он просто спросил деньги. Я ему сказал, что у меня была десятка железная, но нету. И он мне говорит, слушай, я вижу, тебе надо, короче, пойти, зайти на территории храма, купить свечку, его здесь в лавке, купить свечку, показал мне, и зайти в храм, и помолиться, и поставить свечку. Я так удивился, потому что я так его не спрашивал, ничего про это не говорил ему. Потом мне говорит, если у тебя проблемы с здоровьем есть, подходи в храм, и все проблемы с здоровьем решишь в храме. То есть, вот, и я удивился от этого, все, спасибо, все, и пошел. После этого мне какая-то мотивация. Я потом, как-то, не знаю, чуть-чуть, чуть-чуть совсем отпустил, чуть-чуть на секунду. Я зашел в храм. Снимается. Ну вот смотри, у тебя мысли хульные всякие. Ты как считаешь, это твои или не твои? Отчасти некоторые, вот то, что я сам говорю, вот если я сам словами говорю, это может быть мои, а вот и вы надо. Ну, почему твои-то, смотри, у тебя что-то есть какая-то обида на Христа? Нет, нет. Ты так понял? Ничего не говорил, вот если вот я спокойно сейчас спокойно, ничего не могу сказать. Ну, то есть, вот ты не обижен на Христа, на Бога? На иконы ничего не обижен? На святые имени, никаких у тебя нет обид ни на кого. А хульные шли? Хульные шли. Я начал... А какое значит к тебе отношение имеется? Это не я говорил, просто, нас бывает, если честно, бывает скажут так, и когда могут люди столкнуть с такой проблемой, когда вы можете так подумать, вот, обычно же мы же мысленно можем сказать себе, да, с вами самим. Ну, мысленно, что... Ну, еще не правильно, что ты сказал, надо узнать еще. Просто дело в том, что бывает так, что люди некоторыми могут подумать, типа, ну вот, когда вот вы думаете, о чем-то где-то мысль приходит в голову, там, создать вот это пример, вот это сделать, допустим. Бывает так, что мысли могут прийти не с того источника, с которого надо. Вы можете подумать, что это правильные мысли, а эти мысли... А потому что дьявол, он может быть и хорошим, и плохим одновременно. И его можно сначала подставить на хорошее, чтобы ты уже привык от слова сказать, а потом посеке на тебя уводить с этой тропинки на какую-то более тряхтую, ужасную тропинку, то есть куда-то другое русло потянуть. Ну, так, ну, ты осознаешь, да, что... Смотри, как проверяется-то это, какая мысль эта вот. У тебя никаких обид... На Христа нету. На святых нету. На храм нету. Нету. А хольные мысли будут. Все, значит, мысли не твои. Потому что у тебя нет никаких оснований иметь эти мысли. Да, это, документов нет даже. А дальше проверяется по Слову Божьему. Мысли добрые. Добрые, ты правильно говоришь, что может тебе казаться добрая мысль, а может быть плохая. Но если она не по Слову Божьему, то она не добрая уже однозначно. Потому что написано, Исаия 8.20, что если слово это не сходится с тем, что написано в законе, то нет днев света. Проверяй по Библии. Христос, когда был в пустыне, его искушал сатана. То есть сам Господь, Бог и человек. И ему лично сатана преподошел и стал искушать. И ему Иисус, помнишь, как отвечал? Он ему не отвечал какими-то своими мыслями или еще чем-то. Он сказал ему из Писания, написано. И произвел, не хлеб и медина будет жить человек, но всяким словом исходящим из Божьих. То есть Слово Божие. Святая Библия опять-таки. Потом написано, написано. И сатана на третий раз бежал от него. И он нам всем показал, дал пример, как мы должны бороться с сатаной. Каким образом? Своими мыслями его не победить невозможно. Это никто, ни один человек это невозможно. Господь победил Слово Божие. Если Слово Божие будет играть, а вот то, что ты видения какие-то видел, ты можешь это никому вообще не рассказывать. Во-первых, это тебе ничего не даст веру. Но по твоей вере, даже это судить мы не будем на этот счет. Важно, что надо уверовать от Слова. От того, что Господь сказал. В раю Господь задал человека и дал ему Слово опять-таки. Слово дал ему заповедь. Не вкушай я древо. А почему он вкусил? Потому что послушал. Другое слово. Голоса жены и ел. А должен был слушать голос Бога. Общение Бога происходит через Слово. Мы узнаем его воли через Слово. Не через видение. Не через иконы. Не через мироточение. Не через чудеса. Это все слабая вера. Это для неверующих дается все. Но на тот момент, допустим, если тебе это нужно было. Но дальше надо идти из веры в веру написано. Надо переходить. И надо тебе просто понайти. Вот как ты читал, да? Вот если бесов изгнали. А потом они приходят и не убрано. И приходят еще и бежут семь злейших себя. И для человека бывает первое хуже второго. Точнее второе хуже первого. Как не вернуться туда? Какая мотивация? Вот ты, прости, ты говоришь, что тебе хотелось бы узнать, что такое гиена огненная. Уже такое есть. Уже человек один так это рассказывал. Уже с ним такое произошло. Да, я читал. Он болел. Болел в какой-то тяжелой болезни. Очень много лежал. И он возраптал на блогу и говорит, ну, я не могу столько мучиться. Дай мне хоть вот, я не знаю, там месяц, что ли он сказал. Месяц в аду помочь, вместо вот этого бесконечного мучения. Ну, явился мой ангел и говорит ему, ну, все будет исполнено, твоя просьба. И его закинул, унес в ад. И тот мучился там год, два, три, десять. А ангел-то нет, не возвращается. Ты говоришь, десять лет уже там. Двадцать лет. Там это для него. Это не шутки уже. И он нет. И он уже там воскричал, ну, где, где, как. И Ангел говорит, ну, еще прошло там несколько минут всего. То есть там времени нет. Преломлено. Его нет. Да. Его нет. Это все вечность. Трожит понять, да. Ты пошел в вечность. Прат, мы знаем. Там будет плач и скрежет зубов. Без коней. Что за этим стоит, мы не знаем. Но мы знаем, что про рай сказано, что на сердце человеку не сходило. Ухо не слышало. Глаз не видел, на сердце не сходило. Что уготовил Бог любящим его. Что он уготовил любящим его. То же самое можно сказать про ад. То есть это даже с ним невозможно представить. Дву разные, так скажем, представления имеют там типа огонь. Ну, будет огонь, там написано. Потому что гиена огненная, к примеру. После страшного суда гиена. Будет и такое. Ну, а зачем? Зачем это надо? Не достаточно ли слова нам? Для чего Бог вообще допустил, чтоб был ад. Создал. Ну, чтоб мы туда не попали. Боялись туда попасть. Да, даже, знаете, даже правильно сделали его. Потому что у человека даже есть выбор. У него есть выбор. То есть он может пойти за Богом. Он может пойти против Бога. Но и за каждым действием есть свои последствия. То есть, если он здесь из-за Бога. То есть, получается, если он серьезно решил за Бога идти. Получается, он уже посты соблюдает. Каноны. Здесь есть все 10 заповедей Божьих. И, соответственно, все другое. Но надо понимать только то, что если человек серьезно решил. Если он соблюдает все заповеди Божьи. Каноны, посты. Каятся, причащается. И он понимает, что за одним уже. Идет следующее. Он идет, допустим, в рай. И все хорошо. Действительно так и есть. Живет жизнь Христа. Как Христов жил. То все. А дальше нужно понимать, если ты идешь за сторону. Есть другая сторона. Которая, ну скажем, мирская жизнь. То есть, как говорит, скажем, Диавол говорил, что это простая жизнь. Скажем, это я услышал. Простая жизнь. Вы можете решить. Можете все развлекаться. Веселиться. Там, не знаю, пить. Там еще курить. Ну, в общем, все такое, короче. Там блуд и все вот это. Но потом, зная. Люди многие думают о том, что когда они так живут, они думают, что им потом за это что-то достается хорошее. Нет. За то, что вы живете так плохо, вам достается плохое. То есть, вы сами делаете так. Вас никто за это не заставляет. То есть, вы либо там друзья ваши делают, вы подражаете друзьям. Музыка какая-то на вас так влияет. И вы начинаете этой музыке влиять. Потому что может быть такая ситуация, что музыканты, кто исполняют музыку. Не все, конечно. Но просто кто-то. Они могут быть сами сатанистами. Либо сами не понимать, что они делают. Просто так круто, модно сейчас. И они этому подражают. А фанаты, которые тоже не осознают этого, могут просто подражать фанат именно музыканту. И, соответственно, уже самое все делать. И не понимая о том, что они делают, привлекают себя в что-то непонятное для них. Прикольное, крутое. Что потом, рано или поздно, их это может убить. Потому что время потом пройдет определенное. Человек уже будет так нравиться в этой грязи валяться. Он уже не заходит что-то полезать. Ну понятно, понятно. Помойка власть не будет. Это мир. Это помойка. Понятно. Они там ничего там ты не найдешь. Хорошего в этом деле. Не музыканта. Тяжело на самом деле. Потому что на стороне Бога очень много искушений. Но это надо. Потому что страдания, мучения, искушения. Это все надо. Чтобы тебя это укрепляет душевно. То есть, так скажем, проверка твоей веры на прочность. Так скажем. Потому что этими искушениями тебя проверяют. Насколько ты серьезно веришь в Бога. И если ты серьезно веришь, ты эти все искушения протерпишь. И не отойдешь от Него. Потому что можно достаточно легко сломаться. И уже бросить веру. И пойти уже против Бога. Потому что искушения, соблазн всякий. Особенно блуд. То есть. Вот как-то так. Значит, мое мнение. Мог бы не прав, конечно, быть. Вот. Ну нет. Так-то так. Все верно. Ладно. Давай вопросы. Какие вопросы. Все понятно. Первый вопрос, конечно, очень такой. Я скажу. Я вообще скажу. Сначала идет такое небольшое описание. Я во-первых. Я за Бога. Иисуса Христа. Но я не отрицаю то, что Иисус Христос существует. И не отрицаю того, что существует и дьявол. Потому что в последнее время я чувствую, что я хоть и за Бога, но я и за дьявола одновременно. Как бы странно это ни звучало. Конечно, я читал в Библии такое сказанное. Нельзя быть за двух богов сразу. Нужно быть только за одного. Потому что если вы будете за двоих богов сразу. Я так понимаю. Я так на себя понял. То есть что это означает, что вы одного будете либо ненавидеть, либо одного будете любить. Но не получится так, что вы будете двоих почитать и двоим служить сразу. Да. То есть это вот. И мне вот трудно. Потому что я вот чувствую, что я могу быть и за дьявола. Но когда я за дьявола. Я, конечно, да. Я понимаю мысли в хули на всякие. Да. Там против Бога. Но я что понимаю. Хотя хоть я и за дьявола. Я не отрицаю, что Бог есть. И я вот именно словами. Не говорю конкретно, что вот Бог такой-то. Иконы такие-то. Нет. И это только мысли. Только мысли. Вот. Когда я за Бога. То же самое. Я не говорю ничего плохого там. Что вот это все. Просто тоже мысли. Это уже все вот это. Нет. Даже не мысли. Это конечно слова. Осуждение. Что вот люди сейчас такие. Но это просто осуждение. Это еще ладно. И дело в том, что мне вот трудно выбрать. Мне вот трудно выбрать. То есть кому позволить жизнь. Выбрать сторону трудно. Потому что я и за Бога, и за дьявола. То есть одновременно. Потому что бывает. Ну тяжело вот мне вот. Душевно. Тяжело. И меня вот именно атакует. Бес или дьявол. Ну как сказать. Ну тяжело короче. У меня вот именно в плане душевности. Душевность. Или как душевная жизнь. Вот. Меня как в волнам. То в одну сторону, то в другую. То сначала меня за дьявола. То потом как-то меня отпустил. Легче стал. Я уже стал за Бога. Потом я снова... Вопрос понятно. Вопрос в чем? Да. Как это то избавиться от состояния? Да. То есть... Как не выбрать... Выбрать это состояние. Да. Как не выбрать сторону. Да. Нет. Ну ты смотри. Не в сторону. Как выбраться из этого состояния. Когда у тебя двойственное. Да. Двойственное. Все очень просто. Господь единственное оружие дал. Ты это вот запиши у себя сразу же. Сильнее этого оружия не существует. Оно сто процентов возвращает человека в нормальное состояние. Пост. Пиши. Пост. И молитва. Пост и молитва. Самое сильное оружие на дьявола. Больше этого оружия нет. Какой конкретный пост? Или просто пост? Не ешь, не пей. Не ешь, не пьешь. Максимально сколько? Ну третий. Сколько у тебя хватит? Три дня, к примеру. И молишься постоянно. Бога просишь об избавлении. Ну и потом, естественно, просто чрево свое контролируешь. Настоящий пост, потому что это не есть, не пить. Ну конечно, я молчу про соблюдение всех постов. Сто процентов. То есть все строгость. Все строгость. Почему сейчас церковь, ты наверное сам замечал. Внутри церкви и вообще среди людей очень сильное послабление для постов. То есть люди не соблюдают посты, заметил? Ну вот не все, конечно. Они даже кто соблюдает, они нарушают. Они там что-то себе послабление какие-то делают. Потому что работа, допустим, тяжелая. Да, вот тут всякие придумывают. Этого нет. Каноны церкви, то есть церковь. Тысячи, полторы тысячи епископов. Через них Святой Дух, трубы Дух Святого установили. Что если человек болен, с чем-то там тяжело. Или беременный. Разрешено послабление поста. Всего два момента. Разрешено вкушать масло. Масло подсолнечное. Елей. И немного вина. Больше послаблений нет никаких. То есть если написано, что нельзя сухояднее, то сухояднее в этот день сто процентов. Ты православный. Ты себя смиряешь. Ты говоришь, а тебе врач прописал. А какой врач? Он кто такой? Никакой силы не имеет. Он не верующий может быть даже. Никакой не имеет силы на это. Дьявол восстает на пост именно по той причине, что это единственное, что его изгоняет. Пост и молитва. Пост и молитва. Больше ничего его не может изгнать таким образом. Ни чудеса там, ни проще. Потому что он вернется. Его изгонят, он вернется. Ничего не получится. От пост и молитвы он не сможет вернуться уже. Вот. Вот этот момент тебе надо полностью вытащить. Это единственное оружие на дьявола. Ты сказал, что пост и молитва. Молитва. А что? Ты сказал, что там изгнание и что-то. Ничего. Никакое изгнание. Это вообще ничего не надо. Это все магия. Понятно. Вот. Сто. Где-то я так выглядел. Это монахи. Можешь монахи. Можешь это. Просто удобно очень. Они читают каждый момент. Сто. Смотри. Ну вот допустим. Вот я знаю. Высокодуховные люди. Они делают. До 7 раз в день молятся. Ей по 100 поклон. То есть вот каждый это поклон. Вот у меня здесь смотри. Молитва. Здесь 100 поклонная. Вот здесь прям конкретно я тебе перепишу. Можешь ее использовать. Можешь какими другими молитвами. Можешь своими словами даже молиться. Можешь православные. Там какие-то из православных этих. Здесь вот мы 70 святых. Около 70 святых. Апостолы. Пророки. К Богу. Богородице. Ты просишь. И естественно когда их читаешь. То и молишься за других. За ближних своих. За всех. Эти молитвами. Молиться чтобы знать дьявола. Любыми молитвами можно молиться. Кому молишь. Богу главное молиться. Посты молитвы. То есть чрево свое полностью закрепить. А сколько это пример должно длиться? Василия. Василия. Ты по себе подойдешь к священнику. Скажи. Я хочу объявить. Ну то есть. Вот только не в седмицу. Сейчас праздничный седмица идет. Нельзя объявить пост. Скажи. Я хочу попоститься. Благословите там. Возьми там. Три дня к примеру. Три дня не ешь не пей. Но можешь не. Вот сколько у тебя получится. Там допустим. Не есть ты может долго. А вот там не пить там. Да. Ну как пойдет. Как пойдет по. Но определи. Главное то что определил. То не нарушай. Ну то понятное дело. То есть к примеру. Не бери на себя три дня не пить. Потому что это нельзя. Но сутки не пить можно. Ну я по себе понимаю. Я стараюсь как бы. Сутки не пить можно. Чуть-чуть так. Смиренно. И все. Молишься. Молишься. И постоянно читаешь писание. На работу спокойно ходи. Ничего тебе это не помешает. Ты увидишь. У тебя начнутся другие совершенно. Пойдут. Дьявол восстанет. Ну и гонится. Другого. Другого оружия Бог не давал. Это оружие. Его знают все святые. Допустим. Нил Сольский писал что. Смирение да. Он говорит смирение невозможно приобрести без уменьшения сна. Уменьшение чрева. И тяжелой работы. То есть надо тело свое смирить. Апостол Павел говорит смиряю и порабощаю тело свое. Что проповедовать другим самому не остаться недостойным. Апостол Павел предстоит боялся остаться недостойным. Из-за этого постился. То есть он понимал. Что пост это очень важно. Пост и молитва. Что еще могу сказать. Смирение ты еще сказал снарение. Ну вот смотри. Потому что заповедь же есть. Заповедь. Пусть лица будешь есть хлеб в жизни. Ну это да. Это заповедь Божия непосредственно. Пусть лица. То есть надо уменьшить сон. Вот допустим мы. Вот как. Я вот штурмую 4.40 позицию. То есть время. 4 часа? 4.40. Нет. Штурмую чтобы вставать 4.40. То есть я иногда встаю. Иногда. То есть получается. 4.40 штурму. И цифру такую. У тебя должно быть свободное время очень много. На чтение с писания. На чтение. На молитву. И на пост. То есть ты спишь мало. Для того чтобы ответить как можно больше храму. Нет. Не храму. Господу нам заслужение. Ты встаешь. Когда ты встал на путь христианского. Уверовал. Господь говорит как. Первый ход. Первая часть ступеней. Три ступени. Три всего момента которые надо делать. Первое. Отвергни себя. То есть ты все что ты знал о себе. Все что я себе думал. Нравилось. Не нравится. Ты отвергаешь. Первый ступень. Отвергни себя. Я это все непосредственно диктую из Библии. То есть свое я ничего не добавляю. Отвергни себя. Первое. Второе. Возьми крест свой. Крест это значит дело Божие. То что в том что ты находишься. Вот у тебя есть родители. У тебя есть болезнь какая то. У тебя тело твое. Ты в какой то ситуации находишься. У тебя там есть родственники. Там больные какие то. Ты должен на них ухаживать. К примеру. От тебя многое. Что то зависит. У тебя состояние материальное определенное. Крест. Который Бог на тебя положил. Возьми его. То есть ты должен перестать роптать. Все ты должен его взять. Ты знаешь. Вот это мне Бог дал. Это он мне это. На меня это положил. Так. Если крест будет. Да. И встретить следуй за мной. Христос. Следуй за Христом. Следовать за Христом. Это означает исполнить все его заповеди. Исполнять его все заповеди. Притом мы читаем. В другом месте. Господь говорит. Возлюбите Бога всем сердцем. Всем умом. Всем разумением. И ближнего своего как самого себя. И в другом месте раскрывается. Говорит. Кто любит меня. Тот заповеди мои соблюдет. То есть. Любовь это соблюдение заповеди. Пиши. Следовать за Христом. Следовать за Христом. Дальше. Любовь. Тире. И я тебе сейчас дам эту ссылку. Чтоб ты потом проверил. По описанию. Так. Любовь. Вот. Вначале напиши. Что. Вот эти три пункта. Это. Матфея. Матфея. 16.24. Три пункта. Матфея. Матфея. Любовь. 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 Я говорю. Что такое любовь ко Христу. Любовь ко Христу. Что такое любовь к Богу. То есть. Так и представляешь тебе любовь? Да. Да. К Богу. Иоанн 14.23. Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня. Тот соблюдет. Кто любит меня. Тот соблюдет. Кто любит меня. Тот соблюдет. Слово мое. Ну и дальше написано. И отец мой возлюбит его. Отец с большой буквы. И мой тоже с большой. И мы придем к нему. и обитель у него сотворим обитель то есть придет домой уже в тебе будет небес не дьявол а христос с отцом вместе святым духом обитель сотворит вот что значит любить то есть это три получается отвергни себя первое какое-то есть обществом отвергни себя второе возьми крест с тобой и вследуй за христом исполняя заповеди божьи третье это что ты сказал любовь напиши любовь к богу это это вот это любовь к богу любовь к богу даже любовь к богу в каком понимании вот он же говорит у них есть такая заповедь возлюби господа бога твоим всем сердцем всеми это первый заповедь идет это вот идет к заповедям вещь артигалуз выполнить заповеди это любовь к богу это самый первый заповедь любовь к богу вот и чтобы ее выполнить вот здесь и говорится что что это означает то есть соблюсти его слова а слова его всегда библия каждое его слово написано господь говорит я буду что над словом и им чтобы она скоро исполнил господь над этим словом бодрствует чтобы никто не мог изменить чтобы она исполнилась обязательном порядке она исполняется в другом месте писания иисуса 18 иисус на 18 иисус новин и из н из н просто 18 написано да не отходится это можешь написать просто послушай когда не отходит вся книга закона от уст твоих но поучайся мне день и ночь чтобы в точности исполнять все что в ней написано и тогда ты будешь успешным путях твоих и будешь поступать благоразумно то есть это не только дает жизнь вечером человеку жизнь да это не только жизнь вечера еще и в этой жизни ты будешь пустот благоразумно успешим во всех путях я смотрел там был написан на вот я говорил здесь допустим как скажем и получается поставишь левое левое я вы щелку потом правую щелкну то есть видать удаленной допустим левую щелку поставить правую щелку вот до смирение. Потом случается, допустим, тебе просили рубаху, ты дал свою рубаху, он тебе сказал тебе, допустим, человек, иди за мной, ты пошел к ним, за ним только за три версии больше. Мне вот интересно стало именно в плане вот этого. То есть это имеет в виду, если, допустим, тебя обижают кто-то, допустим, в автобусе или где-то еще, ты, получается, должен, так скажем, несосмиренно относиться к этому, ты, получается, так, скажем, смиряешься с тем, что тебя пытаются, конечно, обидеть? Или ты как-то исподришься, или все равно как-то? Потому что я, конечно, не говорю, что меня обижают, просто интереснее стало. Вот смотри, сейчас найдем это место и толкование почитаем. И разберем это мы. Так, Матфея, да. Так, она Матфея сейчас. Так, говорю, по планету. Как там, какая глава это? Это 4 или 5, по-моему. Сейчас посмотрим. Вот. Я говорю, не пройтись, но кто ударь тебя вправу? Так, 39. Читаем. Сейчас найдем. Давай тут почием. Быстрее найти. Понятия по святой гумии. Не пройти все злобно. Да, вот это, да. Вот, вы слышали, что сказано. Око за око, зуб за зуб. То есть, в Ветхем Законе это было сказано. То есть, тебе было ограничено законом. Тебе, допустим, выбили око. Ты не можешь превысить это. Ты должен только отомстить око. То есть, человеку то же самое отнять. Не более ветхий закон до того, как пришел Христос. Ограничил. Были люди еще тогда такие, что, допустим, ну, мстили, так? Вот ты меня ударил, а я тебя убью за это. И Господь ограничил это законом. Ты не можешь больше сделать того, что тебе сделал. То есть, если тебе отдали, ты должен уже ударить. Это был, да. И вот Господь говорит, а я говорю вам. Когда он говорит, а я говорю вам, в Библии мы это читаем, это означает, что он то возвышает, то отменяет и делает, и уже говорит, что теперь вот так надо поступать. Можно по-другому. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И толкует толковать эффект Болгарский. Закон из снискольнения допустил право равного восьмиде. То есть, вот о чем мы говорили. Дабы не обижать до друга, и дабы обидевший боялся подвергнуться тому же, чему подвергся обиженный. Злым называй здесь дьявола, действующего посредством человека. Показываясь им, что бьющий распаляется дьяволом. Итак, уже ли дьявол не должен противиться? Должен. Только не обратными ударами, а терпением. Ибо огонь гасится не огнем, а водою. Впрочем, не думай, что здесь говорится только об ударе в щеку. Нет. Но о всякой другой обиде. То есть, когда ты должен разуметь, кто за этим стоит. Человек в данный момент инструментом является этого. Да, для чего? Да. Ты будешь по человеку, если будешь бить, ты будешь по нему бить. Не по дьяволу, дьяволу он никакого. А виновник тому дьявол. А как по дьяволу ударить? Вот именно, как он и сказал, поставив другую щеку. То есть, ты смиришься, ты ему не ответишь тем же самым. Ты смиряешься с тем, что да, и тебя... От измерения-то скажем, да? Ну, это смотри, это... Да, это... Ты смиряешься, во-первых. Во-первых, Бог поставил тебя в эту ситуацию. Ты поставил. Ты поблагодаришь Бога. Во-вторых, ты любишь этого человека. То есть, любовь в человеку к тому проявляется. Во-первых, этого поставят вот из реальной жизни, из опыта, говорю, человека в шок ведет. Это вводит человека в шок. Когда он тебе делает злобу, а ты ему отвечаешь добром, дьявол бежит просто. Невозможно, чтобы он остался тебе врагом. Практически невозможно. У меня было в армии, у меня было где-то... Я уже уверовал. Первый месяц, и были там, задирали или прочее меня. У меня внутри было спокойствие, я знал эти слова Христа, я ничего этого не делал в ответ. Но когда только у меня получилась возможность сделать добро, я делал ему добро. В итоге, к концу службы, у меня 100 человек, вся рота, все друзьями стали. Все мои друзья стали, все мне помогали, таскали, спрашивали советы у меня. Никто, никого не осталось. То есть, Господь всех изгнал просто. Дьявол этого, больше ничего не было. Поэтому, к Антонию Великому подходили тоже монахи и спрашивали, возьми нас к себе, чтобы мы от тебя... Антоний Великий, к нему монахи подошли и говорили, возьми нас к себе. И он говорит, ну вы можете, когда вас ударили в другую щеку, вы ничего не ответите. Он говорит, мы нет, мы такого не можем, как это так? Ну, говорит, типа, мне не разгневаться, говорит, ну хотя бы, говорит, вы можете, не разговаривали. В таком времени, вот я скажу, в таком времени сейчас, понимаешь, сейчас такая ситуация возникает у людей. Вот именно, вот, 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 вот ему ударили, неважно, где в автобусе, это было, где угодно, словами как-то ударили, фишечек ударили. Если человек потерпел, да, и ничего не ответил в ответ, то ему начинают, соответственно, говорить, ну не говорить, а они начинают думать, что он терпел, он как бы терпит, короче. То есть, ничего не может ударить, ну, как-то, без помощи, не может, как-то, так сказать, за себя, так скажем. Но вот тут, коротко, нужно, тут получается, как? У тебя сильнейшее оружие есть, молитва. То есть, ты, получается, ты просто можешь разбить, ты можешь просто разбить эту молитву, все там в пух и в прах. Господь, конечно. Когда тебя бьют, сразу вспоминай Писание. Написано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Я вас дам, ибо написано, я вас дам, говорит Господь. Если тебе не хватает, то есть, ты чувствуешь, что ты, не любовь, не чувствуется, ничего, но это и Господь, и ты можешь и не чувствовать ничего такого. Понятно, тебе бьют, как ты будешь их любить, это высшая там степень, да? Но ты должен знать, что Господь воздаст. То есть, ты, если не отвечаешь, а если ты, то ты лишишь, ну, то есть. Но он, как бы, понимает, что... Он воздаст, чтобы... Он, если человек не покаяться, он воздаст. Ты молись за него, не молись. Ну, как Христос на кресте, его распинали, а он молился за распинателей. Помогло им это? Помогло. Они так и остались в этом. Так и ты. Ты должен молиться за ворвок. Он умер за людей, чтобы людей прости. Да, но те люди, которые его распинал, из них многие никто не покаялся. И соответственно сошли, то есть, получили наказание. Но Господь же за них просил, просил, и наша задача на них просить, чтобы мы сами не ожесточились. И мы показались сынами Всевышнего. Я понимаю, то есть, получается, деснаряешься с тем, что себя бьют, но, во-первых, но потом же, однако, напоминаешь молитву, и однако вообще молишься за врагов своих, для тех, кто тебя ударил, чтобы их Бог не так сильно помиловал, не так сильно не сказал, что... Ну, чтобы он коснулся их всех, чтобы они уверовали. Понятно, что дело. То есть, чтобы они... Чтобы не то, что тут эта жизнь, это не важно, чтобы они на там, на страшном суде, чтобы он с них это не взял, чтобы они поверили здесь, уверовали в Бога. Вот, что самое главное. А все остальное... Вот человек, допустим, болеет, заболел, и все начинают там либо молиться, чтобы он выздоровел, или желать ему здоровья. А ему здоровье не надо, он грешник, например. Он грешит постоянно. Ему здоровье дает, чтобы он больше будет грешить, и, соответственно, еще глубже в ад пойдет. Надо молиться не о том, чтобы он выздоровел, а о том, что он познал Христа, покаялся. Если человек грешник, ты знаешь, ну, допустим, он неверующий, а это значит грешник, то ему здоровье не нужно. Ты не молишься, зачем? Ну, ты молишься, Господь, да будет воля твоя. Чтоб, как Господь, Господу было угодно, а так и есть. Ну, поэтому Местописание понятно.